Едем сейчас в Харьков по делам. Сейчас заехали на заправку заправиться. Блестит как костюм. Сейчас заправим 40 литров. Остальное в Харькове додуем. Доброе утро! Сегодня мы приехали в Харьков на авторы на Клоск посмотреть машины, какие тут продают, почем их продают. Сейчас вам все покажем, расскажем. Вот такие масштабы у авторынка Клоск. Он очень огромный. Сейчас начнем от одного края к другому. Я смотрю, тут на рядах стоят все подряд машины. Как-то немножко неудобно то, что на одном ряду можно увидеть и Копейкун, и Лачетти, и Мерседес, и Десятка, и Китайцы. Все подряд. И Овехи. Все в одном ряду стоит. Насколько было бы удобнее, если бы все машины по классам были хотя бы разбиты. Не по моделям, не по маркам, а хотя бы по классам. Так, вот мы нашли сценник. Тут что у нас тут? Гранд сценник. Дизель 1.5. 5.9. Вот такой сценник дизельный. Так, Hyundai Tucson. Пока еще не на наших номерах. 8200 2007 год. Ага. Вот даже Tesla вот такая продается. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Тесла 2016 года. Пробег 22000. Состояние нового авто. Ценника нет. Только по номеру телефона. Вот такая Tesla. Овеха вот такая стоит. 1.5 двигатель. Что тут у нее 2006 год. Condor. Цена 3650. Вот такая авиа в хэтчбеке. Даже москвич вот в таком состоянии продают. Сколько он? 9000 гривен. Москвич. А, даже торг. Если у кого-то есть лишние 9000. Покупайте. Так, Рено Кенга. Что тут у нас написано? 2011 год. Пассажир 148 тысяч. Пробег. Торг. Обмен. Вот такой Кенга. Так, вот такой трафик грузовой. И он у нас 2008 год. 9200. Вот такой грузовой трафик. Так, Мерса такой. АМГ. Цена у него. Сейчас посмотрим. Ага, просто номер телефона. Цены нету. Так, вот такая дача. Она у нас. Так, что тут у нее? Дача. Дача. Дача Duster. 2013 год. Пригнанный из Франции. 1.6 газ-бензин. Цены нету. 10 тысяч. А, есть там, да? А, 10 тысяч такая дача. Так, единственное, что здесь есть отдельно стоящее, это ряд для микроавтобусов. Вот один ряд. И вот второй ряд. Вот такой Opel есть. 2013 год. Без подкрасов. Хозяин пишет, что это его машина. Турбодизель 11.7. Возможен обмен. Так, хочу еще вам показать вот машины, которые стоят. Ну, не буду подходить. Некоторые хозяева почему-то ругаются за то, что снимаешь их машины. Дефабия. И Логан в Универсале. Ну, 99-я. Форд. Еще Логан в Универсале. Вольф. Ланос. Десятка. В Универсале тоже. Цена у нее, кстати, там 3000 я подходил. Смотрел. Пятнаха. Вот это 4200. Ланос. 3800. Еще тоже пятнаха. Авио. Видно он. Кто-то Ланоса смотрит. Ланоса пригнал дедушка своего. Сразу возле него люди начали крутиться. В общем, смотрите. Рынок очень огромный. Машины можно купить как за 9000 гривен москвича, так и больше 20, 30, 40 тысяч есть. Ну, машины самые разнообразные. Рынок огромнейший. Вот я вам на заднем фоне видно. Ну, смысл в том, что на этом рынке 90% торгующих это перекупы. Очень много перекупов. И очень мало людей, которые продают именно свои машины. Так что, если вы будете ехать на ЛОС покупать машину, едьте лучше со специалистами. Потому что можно нарваться на машину и с перебитыми номерами там, я не знаю. Ну, случаи тут, оказывается, были разные. Так что, едьте лучше со специалистами, с приборами. Обязательно загоняйте машину на СТО, чтобы проверили всю полностью. Ну, в принципе, если будете переписывать, точнее, когда будете переписывать машину, то в МРЭО вам все скажут насчет перебитые или не перебитые номера. Ну, тем не менее, будьте аккуратны при покупке машины на авторынке. Потому что перекупов очень много и каждый хочет продать и подкрасят так, что ничего и не заметите. Всем спасибо. Это был Харьковский авторынок ЛОС. Если мало снял, извините, оказывается, тут не все водители, хозяева машин хотели, чтобы я снимал их не машины. Но, тем не менее, что успел заснять, то заснял. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто, может, что-то знает тоже об этом рынке. Может, кто-то сталкивался с приобретением автомобиля на этом рынке. Всем спасибо. До свидания.